Она вышла, я не пойму, у нее голограмма или корка есть какая-то перед ней? Перед ней, да? Мы ее тогда заберем отдельно. Больше ничего не вышло из биоробота? Нет, тонкая копия. Хорошо, защищаем ее физический биоробот с защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Елены и вот этой коркой поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Тебе мешает? Мы на месте, нет, я не пойму, это может быть ее личное что-то. Мы сейчас проверим, сканер проверит. И мы приветствуем Елену и интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она доверит. Хорошо. И я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Елены, под ногами. Один, два, три. Сканер начинает сканировать все сен тонких тел Елены, находит всех, отправляет их в клетку-тюрьму. У нее демон, черт, инсектоид, красный дракон и арахноид. Считай цифры, пожалуйста, над головой у демона. Восемнадцать. У черта. Пять. У красного дракона. Восемьсот один. Одна голова? Да. Хорошо. Я обращаюсь ко всем присутствующим. Вы находитесь на чистке. Вы обнаружены. Сейчас происходит чистка Елены. Мы здесь законно, вы здесь нелегально. Процедура такая. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим вам всю темную энергию, заберем все светлые энергии. После этого я дам команду каждому выйти, вытащить все, что она ставила в ее биополе. После этого следует рассинхронизация и проверка скэнером двумя миллионами Гц. Если кто-то обманет, он просто сгорит по каналу. Такое случалось неоднократно. Я всем говорю, вы обязаны отвечать здесь правду, отвечать на все мои вопросы. Кто будет мне мешать или не будет отвечать на мои вопросы, на того я начинаю моментально воздействовать. У меня есть меры воздействия на каждого из вас. Чтобы этого не случилось, следуйте моим командам. И вы уйдете после проверки на свою чистоту. Всем понятно? Всем понятно. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслефорум. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Хорошо, Демон, как долго ты находишься в этом биополе? Пять лет нахожусь. Пять лет. На, покажи ситуацию, когда ты зашел. На кой чистоту ты зашел? То, застолье, веселье. Застолье, веселье, да? И что, так часто было застолье и веселье, что ты заходишь и остался на пять лет? Или что-то другое там есть? Зашел и остался. Какие негативные пороки тебе нравятся в ней? Что тебе нравится больше всего? Властность. Властность, хорошо, еще что? Властность это ваша чистота, демоническая, да? Мы наслаждаемся. Властность. Хорошо, описал властность. А еще какая черта есть? Ты должен как-то получать энергию, то есть ты должен ее опускать в планку ее вибрации для каких-то целей, чтобы она делала какие-то действия. Поправь меня. И вот эти действия меня интересуют. Там много черт характера. Чуть черт не сказал. Чуть черт не сказал. Понятно. Черта тоже ты привел, я понимаю, да? Надоело управлять. Пусть он дергает за веревочки. Понятно. Реверс идет, Вера? Реверс идет. И вот эта корка. Да. Это ее желтое тело, но не полная, а часть. И расслоил его арахноид. Вау. Арахноид, а зачем ты это сделал? А если я тебя сейчас расслою на две части, будет два арахноида, как ты на это посмотришь? Сенси, кто ее там не поделил. Вот как. Арахноид, мне кажется, ты сейчас черту уже переступил. Можете объяснить, куда уходят те, кто пересходит черту закона мироздания. И перед клеткой арахноида открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Арахноид, видишь это? Давно он с ним. Хорошо сгармонизирован. Сколько лет? Видит, но оторваться не может. Закрывай портал. Хорошо. Сколько лет арахноид находится в биополе? Двадцать. Двадцать лет? С ума сойти. Хорошо. Что там с этой коркой, Вера? Пиши, куда она идет? Никуда. Она чистится так же. Хорошо. Ждем. Потом заберем все энергии свои оттуда и сожгем весь этот мусор. Красный дракон, как долго ты находился в биополе? Два года. Что ты транслировал, Елене? Какие черты характера тебе приличали? Эмоции забирал. Он показывает телевизор. Смотрели вместе они. А ты любишь смотреть телевизоры или ты ей подсказываешь? Да. Люблю. А какие программы? Материалы люблю. А какие материалы ты любишь смотреть по телевизору? Сериалы, плакать и смеяться. Сериалы ты любишь? Это так необычно для нас. Согласен. Только эмоции. Однозначно, действительно. Но ты понимаешь, там же не все эмоции настоящие. Они там показываются как настоящие. То есть люди там плачут, они плачут не по-настоящему. Это уже зависит от тебя, как ты это воспринимаешь. Это вообще постановка, это театр. Это не жизнь настоящая. Мне понравился ваш арт. Тебе понравилась эта меланхоличность, наверное, да? Вот этот. Наша культура тебе понравилась. Понимаю. Чисто ты мне похож на... На необычные эмоции. Ты случайно не интеллектуал-дракон? Мы уже встречались с драконами-интеллектуалами. С книжечкой, в очках. Я не знаю. Ты себя не считаешь интеллектуалом? И с воинами встречались, и с белыми драконами встречались. С красными. И с синими. Я уже не знаю с кем. Я не воин. Я защищаюсь. От кого ты защищаешься? От внешнего мира, если нужно. Но не нападая. Хорошо. Похвально. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Елена забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее взяли. До последней капли возвращает Елена себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает всю свою себе обратно. И от этой корочки по каналу начинает переходить вся энергия, которая была украдена у Елены. И возвращается Елене назад. Опиши. Ну, корочка это и есть сама Елена. Часть ее желтого тонкого тела. Просто оно не на своем месте. Оно расщеплено. Хорошо. Канал стоит между этими телами? Ей и этой корочкой? Нет. И на счет три. Я устанавливаю канал между Еленой и этой коркой. Один, два, три. Да будет так, а так есть. И на счет три начинается реверс энергии. Начинаем забирать у этой корки все частички души, все частички тонких тел Елены. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Пошла энергия назад. Чистая и светлая по праву. Энергия идет в те чакры, откуда была украдена. И заполняет их полностью до числового значения 100%. Не получится. Почему? Потому что там интерференты, присадки. В этом тонком теле или где? Там. Вот эта корочка. Это, я уже еще раз говорю, отщепленное желтое тело. Так надо ее просто вернуть на место тогда? Да, почистить сперва. Хорошо. Мы ждем реверс, окончание. Она чистится так же, как и все остальные тела. И забирает энергию от того, кто ее взял. Хорошо, Индик, Тойт. Как долго ты находился в этом биополе? 12. 12 лет. Понятно. У кого из присутствующих есть еще в квартире у Елены? Родственники? Или что-то оставил там? Потому что мы будем и дом чистить. Лучше сразу признавайтесь. Арахноида есть. Арахноида. У тебя там дети арахноид? Или паутина? Или инкубатор? Что у тебя там? Потомство есть. Потомство. Ладно, хорошо. После реверса энергии, после чистки я тебя верну в дом. После этого я через пару минут вернусь. И ты соберешь за это время все, что ты оставил в доме. Всю паутину на земельном участке. Везде, где осталось твоя. Чтобы я тебя не вытянул. Я делаю проверку. Если ты пройдешь проверку, я тебя отпускаю прямо оттуда с твоим потомством на твою чистоту. Тебе это понятно, да? Он говорит, что у него там взрослое потомство. И они могут сами все делать. Отлично. Тогда я тебя отправлю отсюда прямо на твою чистоту, когда закончим чистку. Хорошо, Вера. Наблюдаем, что у нас там. Закончился реверс. Хорошо. Давай начнем тогда с арахноида. Арахноид. Выходи. Доставай все, что ты оставил в биополе. Елены. Отсасывай всю жидкость, всю паутину. Ничего, чтобы не осталось от тебя на твоей чистоте. И ты мог пройти проверку. Где он снимает, Вера? Голова, плечи? Он снимает с головы. И у него вот эти лапы, они как иголки большие пронизывали ее. Это значит, у него было давление. В голове он сам находился. И вот в этой расщепленной части выводил потомство. Арахноид ответственен за самые страшные мигрени, которые можно себе представить. И поднимается давление, как в глазах, так в голове. И общее давление поднимается. Это именно когда он этими лапами своими дергает и протыкает тонкие тела. Причем эти иголки, они спускаются как раз до желтого тела. До желтой чакры. Огромный должен быть. Очень большой стаж. 20 лет. А где ты подцепился, Арахноид? Где ваша встреча произошла? Ты из портала вышел или где-то в чужом доме подцепился? Не в больнице случайно? Учреждение показывает какое-то пончо. Хорошо. Я прошу красного дракона сейчас выйти, вытащить все свои платы, которые он оставил, все подключки. И доложить о готовности к проверке. Приступаем. Он почему-то визит, арахноид. Арахноид, а в чем дело? Мне хватает ее энергии. Привыкай. Тут два варианта. Или галактическое ядро. А сейчас будет еще и рассинхронизация. Поэтому привыкай жить без своего кормильца. Кому ты дал команду? Я дал команду красному дракону выйти и вытащить все свои платы. Приступай, красный дракон. И доложи мне о готовности к проверке. Здесь эмоции, сердечная чакра. Хорошо, красный дракон. За что ты был ответственен? Как она на физическом плане ощущала твои платы в сердечной чакре? Твои подключки? Эмоционировала. Иногда резко. Иногда плакала. А, то есть бесконтрольное эмоционирование получается, да? Да. От большой радости до больших слез, да? Да. Крик. Это именно та чистота, на которую драконы очень любят заходить. Я знаю, что вы очень часто приходите на концерты, где люди смеются или собирается большое такое количество людей. Вот эти вот очень сильные энергии, как и очень слабые энергии вам подходят. Я правильно понимаю, да? Конечно, этот ресурс должен кто-то поглощать. Ну, конечно, да. Не пропадать же ему просто. Да. Пока человек не умеет своими ресурсами сам пользоваться, приходят те, кто знает, как пользоваться человеческим ресурсом. Не так ли, дракон? Правильно. Да, но времена меняются, ты видишь, все больше и больше становится осознанных людей, и по законам мироздания вы обязаны принять это к сведению и не мешать больше людям развиваться. Те, которые осознали. Много времени пройдет. Ну, согласен, да. Я снял. Хорошо, благодарю. Выходит, инзиктует, инзиктует, приступай. Вытаскивай инкубатор, вытаскивай все, что ты оставил, жидкость откачивай, все. Животе. Скажи, инзиктует, тебе же нужно было место, да, для инкубатора там, правильно? Нужно было. Еще дракон половину забрал. Понятно. Значит, вы с драконом расширили ее, то есть вес у нее стал больше, да? Она поправилась. Понятно. И как, с какого момента она поправилась? А как же моим детям нужно пространство? Вот так вот. Были бы люди такими родителями. Некоторые, как они заботятся о своих детях. Все забрал. Хорошо. Так, демон, я полагаю, черт за тебя будет все снимать, да? Да, да, ему команда. Хорошо, черт, давай, выходи, снимай все свои присадки, все присадки, которые демон оставил полностью, ничего не забывая, и докладывая о готовности к проверке. Ленты, срок, течность. В руках и ногах, в ногах, скорее всего, да? На руках и на ногах. И на ногах. На руках ленты, на запястьях красные, а на ногах такие большие утяжелители какие-то. А зачем вы ее приземляли этими утяжелителями? Для понижения энергии? Вибрации, вернее. Да, и беспокойство за свое здоровье. И беспокойство за свое здоровье. Так черт, человек, по идее, должен... Показывает, что она поет, что ли. Поет? Пел. Да. Он слушает. Нравится ему? Да. Понятно. А ты умеешь петь черт? Вас не поют? Ваше умеет. Он говорит, что лучше тебе это не слушать. Понятно, хорошо. Определенные мантры. Все понятно. Низковибрационные. Да, я же знаю, у вас есть там свои молитвы. Понятно. И вы их тоже на низкой частоте воспроизводите, это считается у вас пением. Интересно. Хорошо. Собрался. Хорошо. Так, начинаем процедуру рассинхронизации. Сейчас я даю команду на счет три. Елена начинает рассинхронизацию с энергии демона, с энергии черта. Перечисленными они рассинхронизируются с ней. До числа значения 100%. Пошла рассинхронизация. Драконы, у вас есть песни? Вы поете? Обязательно. У нас музыкальные инструменты. А ты что? А я вот никогда еще не слышал. А ну расскажи, какие у вас музыкальные инструменты есть? Как они? Ударные. Ударные. То есть вы барабаны любите, да? Ритм. Да. Никогда еще не слышал. Интересно. А у нас на Земле тоже, например, в Африке там все вроде на барабанах играют. Популярные инструменты. Готово. Хорошо. Рассинхронизировалось. И я включаю Елене внутренний белый свет. Значит, три. Один, два, три. И начинаю выдавливать из нее. Значит, три. Она начинает выдавливать из своего биопуля. От твоей нити на себя до числового значения 100%. Демон, скажи мне, есть ли армы на теле? Елены? Конечно. Ты хочешь попросить меня их получить? Я заберу. А с чертом поделишься? Дашь ему чуть-чуть. Нет. Ну, так не честно. Он же тоже помогал. Все честно. Хорошо. Это ваши терки. Так что между собой разбирайтесь. Хорошо. Давай, демон. Выходи пока. Вытаскивай. Снимай все лярвы. Ничего не оставляй. Вера, опиши, где он снимает лярвы? Низ живота снимает. Низ живота. А там Дензи кто сидел? Хорошо. И на область шеи. Хорошо. Шар намотался? И у нее на висках. Через всю голову до виски. На висках как-то оканчивается. Лярва, да? Да. Представляешь, сколько она таблеток глотала? Все забрала. Хорошо. Все забрала. Шар намотался очень маленький. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Под шаром и шар улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Я даю команду скенеру на проверку, контрольную проверку. Скенер походу сжигает все остаточные мелкие частицы, которые могли остаться еще от интерферентов. Если что-то крупное будет обнаружено, загорается ярко-красный маячок. Один, два, три. Скенер начинает проводить контрольную проверку в биополе Елены. Находит все. Вера, что с этой коркой сейчас? Это почистилось тело. Часть желтого тела просто стоит впереди. Хорошо. И я даю команду на счет три. Это желтое тело входит в биополе Елены и синхронизируется на своей желтой частоте. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Проходит полная синхронизация и гармонизация. Готово. Отлично, хорошо. Кенер тоже готов, зеленый свет. Хорошо, все просли чистку, все буду отпускать. Арахной, я тебя отпускаю тогда на твою частоту. Ты готова уходить? Да, он готов. Да, всем присутствующим сразу объявляю. Мы это тело будем контролировать, это биополе. Поэтому повторный подход к ней. И вы через 10 минут будете опять в клетке встретиться со мной. Тогда уже не буду таким дружелюбным. Я надеюсь, это все понимают. Хорошо. Открывая наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Он вышел на свою частоту и подал сигнал в СОС. Или что-то похожее на это. Ну и что? Ему не хватает энергии. Понятно. Готово. Так его заберут там или что? Да. Хорошо, отлично. Красный дракон. Я уверен, что ты еще очень много найдешь возможностей, где посмотреть сериалы. Или даже музыку послушать хорошую. Но я тебя прошу в это биопоря больше не приходить. Человек сделал свой выбор. Ты это понимаешь? Понимаю. Хорошо, благодарю тебя. Готово уходить? Пойдет, да. И я даю команду на четыре. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Один, два, три. И красный дракон забирает все, что он с собой принес. И уходит безболезненно на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, инзиктоид готов уходить? Готов, да. И на счет три открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. Один, два, три. И инзиктоид забирает все, что с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, черт готов уходить? Готово. И внизу открывается против часовой стрелки портал на частоте черта. Один, два, три. И черт забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Демон, чисто из интереса, так, из любопытства. А почему ты не поделился с чертом? Он же тебе там помогал, он работал на тебя сколько лет? Или это не входило? Маленький еще, вскрылый учится. А, понятно. Хорошо. Ты готов уходить? Готов, не готов. Должен уйти. Абсолютно верно. Хорошо. Помни о нашем разговоре. Найди себе новое место обитания. И я даю команду на щит 3. Открывается внизу портал на частоте демона. Один, два, три. Против часовой стрелки он уходит на свою частоту. Забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя, и ставу огненную пентаграмму. Готово. Клетка пустая? Готово. И я подхожу сейчас к Елене. Кладу руки на плечи моей собственной энергии. Даю импульс высокой вибрационной шокоударой. Сжигая каналы. Один, два, три. Да, будет так. Есть. Открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Елена, как вы себя чувствуете? Очень непривычная энергия. Давно у нее таких не было. Если 20 лет сидела рахнует, я думаю, последние 20 лет точно не было. Хорошо. Мы сейчас будем возвращать вас назад в ваш биоробот. После этого мы займемся вашей квартирой. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клетке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от Елены и переносись к ее входной двери. Значит, три. Один, два, три. Да, я здесь. И я одеваю на тебя на счет три специальный защит, находящийся на этом земельном участке, в доме и от интерферентов. Один, два, три. Готово. Хорошо, Вера, будем чистить тогда весь дом с участком или отдельно? Отдельно. Хорошо. И входишь в дом, и я даю команду на счет три по всему периметру дома и устанавливаться в одной из комнат. Так, у нас там бес, мы беса отправляли, кого еще? Только беса, да? Только бес. Хорошо. Клетка установилась. Хорошо, поехали. Кто у нас там? Клетка развивается на сектора, каждая сущность в своей клетке. Бес. Да. Черт. Да. Арахноид. Арахноид. Дальше. Рептилоид. А как же. Грей. Грей. Сколько? Бое. Хорошо, дальше. Неупокойная душа, Джейн. Вот, мы о нем говорили с тобой. Две воронки. И это только дом без земельного участка. Бес, ты собрался полностью сюда? Да, как и обещал. Хорошо. И я тоже держу свои обещания. Значит, тогда начнем следующую процедуру. Вы все обнаружены. Сейчас по очереди будете выходить, собирать в доме все, что вы оставили. После этого мы проводим проверку. Если ничего не останется, вы ничего не забыли, вы уходите на свою чистоту. Если что-то еще останется, вы уже никуда не уходите. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо, черт. Давай начнем с тебя. Выходи. Собирай все свои красные комочки, все одеялки. Если ты на кого-то из животных в доме, если таковые есть, установил тоже носочки или твои энергии там есть, то говори мне сразу. Если я их найду и вытяну тебя по-новому, ты уже тоже никуда не уйдешь. Он говорит, что я больше на улице. Ну еще улице. В лодовке. Веником гоняет меня. Кто тебя веником гоняет? Чтобы тебя веником гонять, тебя надо видеть. Или тебя видит кто-то в доме? Он садится на этот веник. Хорошо, собираешь все, что ты оставил вверх. Где он собирает? Посмотри, пожалуйста. Где он бегает там? Лодовка. Котельная. И выход. Выход от куда? В отвор. Хорошо. Котельная любит. Там тепло, конечно. Находиться. Собрал. Хорошо. Арахноид, выходишь, собираешь всю свою паутину. Сейчас. Все свое потомство, ничего не забывая. И докладывая о готовности к проверке. Арахноид, как долго ты находился в этом доме? Лично я три года. Мы там с твоей мамой познакомились. Отправили ее на ее чистоту недавно. Черт, а ты сколько находился? Черт, я находился. Я и нахожу. Я тебя сегодня отправлю домой. И я печатаю здесь все. Поэтому сколько ты находился до этого момента в этом доме? Пять лет. Пять лет. Ну, это, видать, ты полюбил этот дом. Рептилоид игры. Как долго вы находились? Два года. Арахноид вернулся? Да. Хорошо, рептилоид. Я прошу тебя дать команду Грэм. Снять все, что остановили они в этом доме. И доложить мне о готовности к проверке. Приступай. На кухне, устройство, в спальнях. А там много должно быть. Убрали они все. Хорошо. Так, они все убрали. Джин, считай цифры над головой. 6084. Ух ты. Какой большой старый Джин к нам попался. Как долго ты здесь находишься, Джин? Предупреждаю сразу обман. Галактическое ядро сразу. Без разговоров. Я много Джинов в своей жизни видел. Поэтому не пытайся даже обманывать. Итак. Он говорит, что он небольшой. Он маленький. Хорошо. Ты маленький тогда. Итак, как долго ты находишься, маленький Джин, в этом доме? Четыре года. Между четыре и пять. С какой вещи тебя занесли в этот дом? Кухонная утварь какая-то. Тот, кто эту кухонную утварь, это подарок был или это купил кто-то? Купленная. Купленная. Она как самодельная. То есть на каком-то базаре купленная. Понятно. А тот, кто делал эту вещь, он был в курсе, что ты там находишься? Нет. Понятно, хорошо. Джин, давай, значит, сделаем таким образом. Ты сейчас выходишь и собираешь все, что ты оставил в этом доме. И докладываешь мне о готовности к проверке. После проверки я тебя отпускаю. На твою чистоту ничего. У тебя ни твои монеты сжигать не буду. Ни твои магические все вещи тоже не буду сжигать. Если ты меня, конечно, не обманешь. Понятно все? Понятно. Выходи, приступай, собирай все и возвращайся назад в клетку. Так, у нас там две воронки осталось, да, Вера? Есть воронки. Открывается под ними портал в галактическое ядро. Один, два, три. Воронки улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Вера, на счет три поднимайся над домом. Один, два, три. И берешь свой ручной скейнер плеяд и сканируй весь дом по периметру. Загорается ярко-красным цветом, если что-то осталось на частоте, без черта. Арахноида, рептилоида, Грея, Джина. Или кто-то что-то еще не убрал. Загорается на их частоте. На Джин собирает, еще ленточки какие-то берется. Хорошо, ждем, пока Джин закончит. От них больше нет ничего. От этих больше ничего нет. Хорошо. Значит, тогда все прошли проверку. Начнем тогда отпускать. Хорошо, Джин, в этот дом тебе запрещено больше входить. Мы все здесь будем запечатывать. Найди все новое место обитания. Тебе все понятно? Понятно. Твой сосуд с тобой? Да. Хорошо, и я даю команду. На счет три открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина. Один, два, три. Джин забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая печатаю, растворяясь, тавогенную пентаграмму. Готово. Хорошо, рептилоид игры, вы поняли, в этот дом больше не приходит. Все понятно? Понятно. И я открываю наверху два портала против часовой стрелки. Один на частоте рептилоида, другой на частоте игры. И рептилоид игры уходит каждый на свою частоту, забирает все, что они с собой принесли, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь. Есть. Хорошо. Арахноид готов уходить? Готов, да. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяясь. Готово. Хорошо, черт готов уходить? Готово. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте черта. Один, два, три. И черт уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяясь. Есть. Хорошо, Бес, давай, пошли по дому, показывай мне, где порталы будем закрывать и собирать негатив. Он говорит, сразу заветный покажу. Давай. А почему он заветный, ты его называешь так? Хороший портал, старый. А сколько это старый приблизительно? Погреб. Погреб? На кухне? А сколько ему лет в человеческих годах? Если ты говоришь, он старый. Просто интересно. Войны. Понятно, хорошо. Так, этот портал, ты видишь его, Вера? Вижу. И по всему периметру портала внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. То есть, засасывай туда этот портал, вместе с ним в фантом портал уходит. И все частицы портала на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Бес, а если бы ты в этот портал вошел, куда бы ты вышел с обратной стороны? Куда он ведет? В разные места. А, там много выходов, да? Включаю мой портал, мою чистоту. А, понятно, хорошо. И он тебя несет туда, куда надо, да? Нет. Не слышу. Нес. Нес. Ну, хорошо, нес. Я сегодня столько негатива соберу, ты за всю свою жизнь столько не соберешь. Если это такой старый дом, думаю, может ему отдать и со двора весь негатив. Ну, давай почистим везде, потом везде защиту поставим. Конечно, да, давай, поехали. Где следующий портал? Ванная идет. Хорошо. Пол. Мы так и говорили. И по всему периметру пола внизу открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Этот портал улетает в галактическое ядро. Вместе с ним фантом уходит от этого портала и все частицы портала на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Он мне еще показал вот этот портал, который он называет заветный. Да. То есть это как вход в него и дальше идет расслоение по коридорам. Он отсюда ушел, этот портал. Да. Но в других местах он остался. Ну, конечно. Поэтому он спокоен, то есть он может продолжать им пользоваться, только не из этого дома. А мы не можем весь портал уничтожить. Мы закрываем просто вот эту дверь, которая выводит этот портал в этот дом. У нас нет задания полностью уничтожать портал и так далее. Это не входит в сферу нашей работы. Мы делаем свою работу, мы освобождаем конкретность человека или конкретный дом. Больше ничего. Есть законы, которые нельзя нарушать. Хорошо. Где у нас дальше? Кладовка. Кладовка. Верно, как мы и говорили. Где я там в кладовке? Стена. И по всему периметру этой стены внизу открывается портал в галактическое ядро. Портал затягивает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Чёрт им пользовался. Кухня. Где там? Стена за печкой. И по всему периметру стены за печкой. Внизу открывается портал в галактическое ядро. И засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. И все наночастицы портала на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он ещё показывает коридор, что ли, на потолке портала. Хорошо. И я даю команду. На счёт 3. Внизу под этим порталом открывается воронка в галактическое ядро. 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портала уходит. Все частички портала, всё на переработку в чистую первичную энергию вносится. Закрывай, опечатывай, растворяй. Всё, говорит. Хорошо. Так, ты свою работу сделал. Значит, теперь сейчас моя очередь. И я даю команду. Значит, 3. Из каждого миллиметра всё будет выведено. И собрано в этот шар. Готово. Какой он по размерам? Комната очень большая. Доволен? Заберёшь? Давай. И отправляй всё Биесу. 1, 2, 3. Забирай. С комнаты ты сказала негатива? Да. Так много он по-моему... Чуть не разорвало, мне не говорит. Ну. Много энергии. И всё негатив, да? Да. Хорошо, пусть жильцы этого дома... Застоявшиеся. Застоявшиеся, конечно, да. Хорошо, Биес. Я думаю, тебе этой энергии теперь надолго хватит под заправки. Будешь уходить? Готов? Да, он говорит, пускай меня там свои на улице. Понятно. И открывая внизу против часовой стрелки портал на частоте Биеса. 1, 2, 3. Биес забирает всё, что он с собой принёс, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, давай сейчас дом запечатаем. И я даю... У нас ещё неупокойная душа. А, да, поехали. К неупокойной душе подходим. Представься, неупокойная душа. Кто ты? Как тебя зовут? Солдат какой-то. Солдат? Да. А как тебя зовут? Ты имя своё можешь назвать? Андрей. Андрей, а как давно ты погиб? В 41-м погиб в конце. И почему ты до сих пор не ушёл в свет? Что случилось? Не понял, что погиб. Продолжал драться. Да ты что? А когда ты понял, что ты погиб? Он показывает у него, как такой штык какой-то, и он всех отгоняет. Кошмар. Андрей, сейчас ты уже понял, что тебе надо уходить в свет. Ты хочешь, чтобы мы тебя отправили в свет, открыли тебе светлый портал? Очень хочу, задержался надолго. Хорошо. Я желаю тебе, Сверой, всего наилучшего в твоей новой жизни. Мы тебя сейчас открываем на счёт три. Портал. Светлый портал в Чистилище. Открывается один, два, три. И Андрей встречает его, куратор, встречает все его друзья, родственники. Все, кто его так долго ждёт. Кто пришёл, Вера? Он благодарит и говорит, что он этого и хотел. Отлично. Мы желаем тебе, Андрей, всего наилучшего в твоей новой жизни. Прощайте. Прощай. Закрывай, опечатывай, растворяй. Его встретили, Вера? Да. Фух, ещё одну душу спасли. Кошмар. С 41-го года воюет. Я такие вещи, меня сильно задевают. Так, хорошо. Мы закончили сейчас. У нас осталась пустая клетка, да, Вера? Да, пустая. И на счёт три под ней открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Клетка улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. И на счёт три по всему периметру дома открывается наверху. Три. Подключая к потокам Абсолюта, не требует подзаправки, получает автоматическую энергию. Есть. И на счёт три спускается в дом шар энергии Атмана. Один, два, три. Заливает весь дом этой энергией и остаётся в этом доме. Каждый миллиметр покрывается энергией Атмана. Готово. Отлично. Хорошо, Вера, мы здесь закончили. Будем перемещаться во двор, да? Да. И на счёт три выходим из квартиры и перемещаемся во двор. Один, два, три. Ты во дворе. Здесь. И я даю команду по всему периметру земельного участка, принадлежащему к этому дому. Устанавливается портал и всё притягивается сюда, в клетку. И разбивается по секторам интерферентов клетки. Ну, здесь демон. Хорошо, поехали, демон. Арахной, да. Парахноиды. Червяки какие-то. Червяки. Пантомы, кошки, собаки. Кошка, собака. Две воронки. Две воронки. Хорошо, под воронками открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И эти воронки улетают в галактическое ядро на переработку. Чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Кошки и собака. Хорошо. Вы хотите уйти, кошка с собакой, на свою чистоту? Она мяукает, трется от собак. Хорошо. И их на одну чистоту отпускать или на разные? На разные. И яду и командую на счет три. Открывается портал, светлый портал на чистоте кошки. Один, два, три. И котик уходит туда. Закрывай, опечатывай, растворяй. И открывается портал против часовой стрелки. Светлый портал на чистоте собаки. И собачка уходит тоже в свой портал. Закрывай, опечатывай. Старая. Старая. Ничего. Сейчас будет молодой. Хорошо. Поехали дальше. Что это за червяки? Откуда они там взялись? Из глубины пришли. Хорошо. Демон заберешь? Или тебе не нужны? Нет, не нужны. Открывается внизу портал на чистоте этих червяков. Один, два, три. Они уходят на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Орахнует. Выходишь сейчас. Собираешь все, что ты оставил на земельном участке. И докладываешь мне о готовности к проверке. Приступай. Вера, считай у демона цифры над головой. Восьмой. Это не демон. Это бес. Что бес? Бес. Хорошо, бес. Восьмой. Бес. Есть порталы на земельном участке? Он говорит, что я хоть и бес, но чувствую себя здесь как демон. Согласен. Ты же единственный там. Он тебе показывает. Что он показывает? Тое пространство. У него много. Да, конечно, у тебя много там места. Хорошо. Давай, показываем. Выходи сейчас и собирай все, что ты оставил на этом земельном участке. Много любимых мест. Ну, я уверен. Ты давно живешь в этом доме? Два года. Два года. Хорошо. Арахноид вернулся, Вера? Да. Хорошо. Давай, демон. Выходи, собирай все, что ты оставил. Показывай все свои любимые места. И показывай нам сразу порталы. Это я соберу. Потом весь негатив на этом земельном участке в шар. И отдам тебе этот шар. Как тебе такой вариант? Кибает. Хорошо. Приступай. Там возле входа диван или что-то такое. Грушки какие-то. Ковыркаются там. Есть там портал? Нет. Портал он показывает. Место, где он обитал. Понятно. Мы видели там место. Там как печка такая. Вот за ней там портал. Хорошо. И по всему периметру этой стены за печкой открывается портал. Внизу воронка в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним уходит фантом этого портала. И все частицы портала на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Пошли дальше. Не забывай собирать все, что ты там оставил свое на участке. Что он делает, Вера? Он с какой-то стороны дома показывает стены. Снаружи дома. Да. И по всему периметру этой стены открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портала уходит. Все частицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он говорит, что все. Портал. Хорошо. А ты свое все собрал в свои игрушки? Нигде? Оди и одеялки не забыл. Ничего? Все у меня. Хорошо. Верочка, подними сейчас над земельным участком. Один, два, три. И просканируй. Земельный участок загорается ярко-красным цветом. Если что-то еще чужеродное или порталы не были обнаружены. Приступай. Все чисто. Там энергии много. Ну, я обещал их безум. Бес их и получит. Хорошо. И я даю команду. Значит, три. Это автоматически, когда 100% негатива с земельного участка выйдет. Готово. Большой шар? Большой. Хорошо. Бес заберешь? Да. Отправляй Бесу. Доволен? Да, зарядился. Хорошо. Все. Мы здесь будем все закрывать. Поэтому найди себе новое место обитания. И я думаю, ты не с пустыми руками уж ходишь. Поэтому тебе жаловаться нечего. Готов уходить? Готов уходить. Хорошо. И я даю команду на счет три. И открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. И Бес забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Поехали с чисткой. И я даю команду на счет три. По всему периметру земельного участка открывается поток. И сжигает весь негатив, который находится на территории этого земельного участка. Один, два, три. Пошел свет. Готово. Хорошо. И по всему периметру земельного участка, на счет три. Готово. Активирую их. И на счет три. По всему периметру земельного участка устанавливается. Один, два, три. Защищает от любых интерферентов космических. Не требует дозаправки, подзарядки. Работает в автоматическом режиме. Готово. И на счет три спускаю. Энергия является на земельном участке. Один, два, три. И распределяю его по всему земельному участку. Каждый миллиметр покрывается энергией. Ни одна космическая сущность не сможет войти. Готово. Хорошо. Мы закончили. На счет три. Переносися к входной двери. Один, два, три. Я здесь. Хорошо. Снимаю с тебя эту защиту, которую я тебе установил от этой квартиры. Один, два, три. Защита с тебя выходит. Открывается под ней порта в галактическое ядро. Она улетает в галактическое ядро на переработку. И на счет три. Отключайся от квартиры. Один, два, три. И переноси в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте. Продолжение следует.